Поединком в Гомеле между ВРЗ и столичным дорожником стартовал 10-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу высшей лиги. Главный тренер вагоностроителя Анатолий Яновский следил за игрой своих подопечных с балкона арены спорткомплекса «Локомотив». Это дисциплинарная мера последствия удаления с площадки в матче 9-го тура против «Литсельмаша». На самом старте отчетной игры гомельчане расстроили своего главкома. Шостак выцелил прострелом штрафной хозяев Батурина, который эффектно перевел мяч в сетку ворот Дегтяренко. Уже на второй минуте вагоностроители оказались в роли догоняющих. Такой расклад гомельские трибуны явно не устраивало, они гнали своих любимцев вперед. Хозяева оккупировали половину поля гостей, однако дорожник был готов к такому развитию событий. В защите команда Валерия Дасько действовала внимательно. Забить у вагоностроителей не получалось, а вот пропустить второй они вполне могли. Соперник соорудил несколько опасных контратак. И все-таки гомельчане дожали минчан. На 17-й минуте Евгений Рогачев раскачал защитника, подработал мяч под левую ногу и пробил в дальний угол. 1-1. Второй тайм проходил в том же ключе. Хозяева наседали, а гости оборонялись и периодически устраивали вылазки в контратаке. За минуту до финальной сирены трио Рогачев-Клочко-Золотухин соорудило комбинацию, которую точным ударом завершил последний. Попытки гостей в оставшейся до финальной сирены время спасти ничью завершились еще одним пропущенным голом. Точку в матче поставил Рогачев. В 3-1 ВРЗ побеждает и сохраняет за собой первое место в турнирной таблице. Самое главное было это результат. Тут как бы никто сейчас уже не будет смотреть на качество игры. Конечно ошибки были, ну будут, мы их разберем, будем в ними работать. Но самое главное на сегодняшний день это три очка и первое место в турнирной таблице. С этим соперником никогда легких игр не бывает. Люди очень хорошо так насыщенно играют в обороне. Если еще ведут в счете, становится еще вдвойне, конечно, тяжелее. Допустили ошибку, пропустили гол. Пришлось где-то включать какие-то, не знаю, дополнительные резервы. Плюс у нас такой час выезд был тяжелый и в эмоциональном, в таком плане физическом. Гомерская команда БЧ в 10-м туре играет в Минске с охраной «Динамо» 17 ноября. Светлогорский ЦКК этот игровой уикенд пропускает.